Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Оксана Ромашкина. И сегодня мы с вами рассмотрим следующее время, которое называется Present Simple. Настоящее простое. Мы уже знаем, что такое настоящее длительное время, Present Continuous. Одно из его значений – это когда действие длится в данный период времени. Если вы не смотрели видео на эту тему, оно находится в плейлисте «Времена в английском языке». И этот плейлист постоянно пополняется. А сейчас Present Simple. Сперва рассмотрим, как образуются утвердительные предложения. Нам понадобится местоимение. I, we, you, they мы возьмем в одну группу. А местоимение – he, she, it – в другую группу. И возьмем глагол Smile – улыбаться. У глагола, когда он употребляется с местоимениями he, she, it, появляется окончание в виде буквы S, которая произносится в данном случае как Z – smiles. Обязательно я расскажу вам в следующем видео, какие еще может иметь варианты произношения окончания S. А сейчас мы добавим фразу every day – каждый день. I smile every day – я улыбаюсь каждый день. We smile every day – мы улыбаемся каждый день. Или возьмем местоимение he. He smiles every day – он улыбается каждый день. И так далее. В отличие от Present Continuous, когда действие отлится сейчас, Present Simple – это действие, которое мы совершаем постоянно, а не в данный период времени. Сравните. Итак, первое значение Present Simple – это когда мы что-то делаем постоянно. Вместо слова usually могут стоять такие наречия времени, как never – никогда, sometimes – иногда, often – часто, always – всегда. Второе значение Present Simple – это расписание и программы. Например, the train leaves at 6 p.m. Поезд отправляется в 6 часов вечера. Расписание. The film starts at 4 p.m. Фильм начинается в 4 часа вечера. Программа расписания. И третий случай – это когда мы употребляем глагол, который нельзя поставить в длительное время, несмотря на тот факт, что действие происходит прямо сейчас. Вот несколько из этих глаголов. Like – нравится. Love – любить. Hate – ненавидеть. Want – хотеть. Need – нуждаться. Prefer – предпочитать. Know – знать. Remember – помнить. Эти глаголы мы не можем употреблять в Present Continuous. И когда нам хочется употребить их в длительном времени в Present Continuous, мы просто употребляем их в Present Simple. Например, I want tea. Я хочу чай. Несмотря на то, что вы хотите чай в данный момент, вы не можете употребить глагол want в Present Continuous, так как глагол want относится к списку глаголов, которые нельзя употреблять в Continuous. Чтобы построить вопрос, нам понадобятся два вспомогательных глагола – do, does. Ставятся они перед подлежащим, в данном случае перед местоимениями. Do I, do we, do you, do they, does he и так далее. И добавим смысловой глагол smile – улыбаться. И вот что у нас получается. Do I smile every day? Я улыбаюсь каждый день. Do we smile every day? Мы улыбаемся каждый день. Или, например, когда мы видим джаз. Does he smile every day? Does she smile every day? И так далее. Обратите внимание, что у глагола smile – нулевое окончание. Оно перешло в вспомогательный глагол does. Если у нас есть вопросительное слово типа why, почему, мы ставим его перед джо или дас. Why do I smile every day? Почему я улыбаюсь каждый день? И так далее. Если мы берем вопросительное слово, которое является подлежащим, то вопрос строится как утвердительное предложение. Таким словом может быть who или watch. Who smiles every day? Кто улыбается каждый день? Watch smiles every day. Что улыбается каждый день? А теперь рассмотрим, как образуются отрицательные предложения. Для этого нам понадобится два вспомогательных глагола do, does и отрицательная частица not, которую мы поставим после do или does. Полную форму частицы not используют редко. Обычно для усиления отрицательного смысла предложения и для того, чтобы предложение звучало более выразительно. В обычной речи частицу not сокращают do not, don't, does not, doesn't. I don't smile every day. We don't smile every day. You don't smile every day. Или, например, she doesn't smile every day. It doesn't smile every day. В этом видео я все время произносила глагол does, используя его полную транскрипцию, начальную транскрипцию, а не редуцированную, не сокращенную. Глагол does может иметь и другие варианты произношения. Например, в вопросе Does he speak German? Вспомогательный глагол does имеет произношение jazz, так как он не ударный в предложении. Ударные слова у нас выделены фиолетовым цветом. Когда вспомогательный глагол do, jazz, у нас под ударением, мы произносим звук a, jazz. Мы с вами говорили, что в английском языке три основных времени Present, Past, Future которые, в свою очередь, делятся на четыре группы Continuous, Simple, Perfect, Perfect Continuous Хорошая новость заключается в том, что мы с вами разобрали уже два настоящих времени Present Continuous и Present Simple Итак, следующее время, которое мы будем рассматривать это Present Perfect Напоминаю, что все видео об английских временах я выкладываю в playlist, который называется Времена в английском языке Вы всегда можете вернуться и посмотреть их при необходимости С вами была Оксана Ромашкина Изучайте английский язык с удовольствием!